добрый день дорогие друзья салам и вейкум из казахстана очень много вопросов в комментариях от моих друзей и подписчиков на чем же ездит этот аккумуляторщик в принципе не на чем он ездит ездит то он на машине в основном а что стоит под капотом у его машины что за батарейка чем он пользуется многих наверное интересует этот вопрос значит в прошлом году я ездил на реакторе всю зиму отъездил и ближе к лету ко мне приехал товарищ товарищ живет в якате начали с ним вычислять с калькулятором сколько не виделись оказалось что 10 лет не виделись попили чеку кофейку ну там еще чуть-чуть чего-то выпили не помню и он разгорит заехал давай проверим мою батарейку машинке его 7 лет проверим чуть не вопрос залезли под капот начал замерять и батарейки уже не очень игру лера батареечку надо менять зиме лето отходит или нет под большим вопросом батарейка изнушена раз мы так долго не виделись давай-ка я тебе подарю свою очень или не очень по крайней мере надеюсь эффектно вытащил свою батарею из капот из-под капота и сделал ему такой небольшой подарок то есть реактора отдал оборотки мне еще были на этой батарейки я позапрошлую зиму от есть это батарейка мне 21 года 25 декабрь 21 года то есть ей уже исполнилось три года эту зиму я отъездил без проблем обслуживаю по моему в ноябре точно не могу сказать по моему в ноябре или в конце ноября или в начале декабря батарейка была обслужена сегодня на дворе было минус 24 и как-то мне не понравилось как она крутит показалось что она с каким-то напрягом давайте только что вытащил ее из-под капота на батарейке минус 6 и давайте будем смотреть что же у нас творится с моей батареи эту батарейку я отправлю в оборот сейчас посмотрим есть и стоит обслуживать значит мы ее обслужим они стоят то в любом случае она пойдет в оборот потому как я приобрел себе новую абсолютно батарею как приобрел поменялся подъехали парни на шевроле кобальти им выдали это предприятие бюджетное и выдали батареи до батареи год барс не стоит чуть попозже его продемонстрирую вернее я его возил в багажнике он поставил на отогрев вот она стоит на отогреле сейчас отогреется закинули под капот батарейки тоже год декабрь 23 года она ой декабрь январь двадцать третьего года но не сойдет к говорится давайте замерим параметры этой батареи и будем принимать решение что возможно что повлияло дело в том что недели две наверно три тому назад я воткнула дышку в гнездо и ее не вытаскивала возможно поэтому и появилась какая-то просадки вот я приехал на работу буквально сколько часа часа два наверное или три тому назад два или три поточнее по конкретней говори сейчас вычислил так два с лишним часа 2 20 и а как затащил эту батарею прошло ровно наверное 10 минут включая то время что и пизда будет ну вот такие параметры до батарейка просевшие надо в дышку вытащить 1237 нрц 52 процента по суху 429 амперчик а в у нас по пусковым током и 642 сопротивление давайте эти параметры запишем 52 чему я начал снимать этот ролик не в основном есть не для того чтобы хлистануться какую-то меня батарея 61 процент заряда для тех людей для клиентов для подписчиков которые не любят обслуживать аккумуляторы весной потому как я мое мне личное мнение даже не мнение убеждения что основное обслуживание нужно проводить именно весной и зимой желательно также проводить несколько обслуживаний по мере эксплуатации именно в морозы в этом году зима была морозная без напряга машинка заводилась и было не небольшое понижение ниже 30 градусов 32 по моему или 33 градуса я уж сейчас точно не вспомню без проблем я заводил свой автомобилу так сопротивление 642 но сегодня при минус 20 24 мне как-то не понравилось не так бодро она крут ну вот так блять 642 давайте вскроем пробочки и посмотрим что у нас с плотностью для начала посмотрим уровень уровень у нас в порядке уровень в норме уровень в норме так ну-ка ухо ухи ухи прикрытый у нас нет чуть-чуть ушко открытое но это возможно из-за того что батарея у нас просажены с учетом того что батарейка отстоялась три часа после два с лишним часа батарейка просаженных плотность видим 120 123 что ли ну да 123 аккумуляторчик хренов да вы именно так подумали так 125 так в крайней баночке это минусовая 123 125 и поехали дальше ну батарейка три года батарейка тот год она активно ходила по рукам у меня по рукам по ногам неоднократно мне и высаживали ну как обычно это обычная история для моих оборотных батарей вот у меня так сейчас вот одна стоит на готове и вот эти три батарейки которые там с краю это уже те батареи которые после очередных просадок я и и буду списывать скорее всего посмотрю еще так что мы увидим здесь 125 один 25 и 125 так вот это крайняя баночка начала у нас сдуваться давайте еще раз замерим для полного на 123 но друзья мы видели минус 6 градусов на батарее по меньшей мере две точки мы убираем две точки от показаний ориометра это мы снимаем две точки на погрешность по температуре то есть в принципе на каждые 10 градусов в разных источниках от 0 7 до одной точке нужно отнимать но у нас грубо говоря 26 26 30 градусов опять же в разных источниках где плюс 20 где плюс 25 поэтому две точки просто напросто отнимаем и имеем в итоге 123 плотность по банкам запишем и записываем записываем эти показатели и кидаем батарейку на отогрев сегодня я с ней работать не буду сегодня батарейка будет у нас отогреваться и завтра с утра после отогрева я начну с ней работать так но пока все ждем завтрашнего дня так но вот это вот батарейка то которую я буду устанавливать на свой автомобиль отогреваясь она до 14 градусов я ее ввожу уже где-то месяц и раз нет наверно побольше месяца полтора в багажнике как запасную как дежурную батарею как видите вот дата выпуска 13 января 23 года батарея выпущена и как только я поменялся батареями отдал свою оборудку там нужно было обратная полярность это как видите с прямой полярностью с ней поработал вот такие показатели были на тот момент вернее немного неправильно я вначале сделал абсорбацию и только потом решил записать вот эти данные после абсорбации вот это первые показатели были после абсорбации затем провел парочку до зарядов в батарее не застарелый не застарелый а застоявшийся сульфат поэтому выгонять и разгонять ее до тех параметров которые заявлены производителем я не стал дабы и не перегружать эту батарейку в принципе этих параметров недостаточно хотел ее поставить сразу может что-то вот кинул багажнике забыл про нее давайте посмотрим что у нас с ней после еще одного месяца простое простое или про тряски в багажнике 550 ампер ну вот друзья батарейка отогрелась 14 14 градусов на ней и как видим она выдает практически те параметры которые заявлены повторю что вот этот замер был некорректный видите напряжение 1324 после отстоя после протряски даже без эксплуатации но батарея вышла на свои практически заводские параметры повторю что замер желательно производить при плюс 20 градусов и что и ставим под капот и чаду до дому помчусь блять 39 с половиной километров в час на родину поближе к переменям ну а завтра продолжим работу с той батарейкой я не продолжим начнем друзья очень важное замечание забыл об этом сказать батарейка была полностью в чувафане и клеммы все она была запаяна то есть батарея абсолютно не эксплуатировалась она тупо простояла где-то год где простояла эта батарейка история замалчивает и сегодняшнего дня у нее начнется эксплуатация на моем автомобиле я уже говорил в своих роликах что хорошие батареи в обороте я стараюсь сейчас не держать не сейчас именно этот год потому что предыдущие года я просто устал от того что меня некоторые парни блокируют мой номер телефона чтобы я не дозвонился после того как они присели на мои батарейки поэтому держу такие батарейки чтобы уехал и приехал чтобы клиент от меня уехал сразу предупреждаю что завтра на следующий день либо он заносит мою батарею домой либо если она не крутнула это уже его проблемы пусть прикуривает дергает автомобиль все что угодно заводит но по крайней мере клиент не стоит клиент двигается движение это жизнь движение это какие никакие там бабки балабашки все прочее вот ты все что я хотел дополнить в принципе мой кайнарчик отстоялся всю ночь прогрелся и давайте замерим показатели на прогретой батарейки параметры показатели показатели социалистического труда так 590 ух ты ну вот в принципе 81 процент показывает посоху 532 ампера выдает батарейка напряжение 1255 и сколько 91 процент заряда так но работать с этой батареи со своей батарейки буду в один прогон давайте закинем ее зарядный бокс не отходи от кассы зарядный бокс у меня на сегодня практически свободен чуть-чуть там работки бывают такие зачищены так выставляем 17 вольт и 3 ампера без предзаряда без основного заряда это я к тому что мы сейчас посмотрим как моя батарейка будет разгоняться после даже после межсезонных обслуживаний я уже не говорю о том что батарейку надо постоянно под было подзаряжать но я конечно имею право немножко борзануть в том плане что постоянно вожу с собой оборотную батарейку запасную или резервную всякое может случиться генератор отказать все прочее но я могу себе позволить повозить с собой оборотную батарейку так ну что посмотрим на какого момента батарейка наша будет разгоняться на 3 амперах практически прибор показал 91 процент заряда по плотности у нас где-то процентов 80 все едем едем дальше и того сначала работу с батарея прошло 6 часов 36 минут батарейка наш кайнар принял сколько он там принято что я задумался глядя на монитор видеонаблюдение так принял 18 по моему ампер батарейка холодная так давайте глянем сюда 20 градусов на батарейке отлично так отцепляем зарядник давайте глянем что у нас с плотностью так по моему эта баночка у нас отставала или это так плотность у нас 127 1 20 7 27 27 почти 28 до минусовая отставала у нас 127 на это 125 ну что друзья работать больше с этой батарейкой не буду полетит она опять в оборот пусть работает на благо нашей страны на благо автолюбителей ну и в частности на благо меня так замер тестером сделаем завтра в принципе можно сейчас сделать поглядим что у нас до отстоя некорректный замер и что будет у нас после отстоя так вот так за один прогон в принципе батарейка вышла на необходимый ох ты 590 ты смотри-ка а 91 процент по суху 563 ампера батарея выдает на гора по пусковому 1391 и 490 сопротивления ну давайте завтра еще сделаем замер и поставим очень жирные точки над и а я пошел на направление колготок утро следующего дня наш кнр отстоялся всю ночь в гордом одиночестве практически на этом краю и насколько он хорошо себя чувствует на утро давайте проверим давайте глянем что у него да как у него обстоят дела с его параметрами смирим давление не смирим а салам алейкум на давай до ночи давайте замерим пока не началось давление температуру и все прочее оставь сейчас одну секунду так видим 90 процентов по суху пятьсот восемь шестьдесят пусковой ток двенадцать восемьдесят пять и четыре девяносто два миллиома чуть позже продолжим друзья но вот этот ролик я в принципе запланировал наверное еще осенью когда не наверное точно когда дело межсезонное обслуживание своей батарейки когда ее обслужил и этот ролик он как бы наглядный пример того как что происходит с батареи если ее не обслуживать не под обслуживать в процессе эксплуатации именно зимой и насколько падают и теряются параметры по по прошествию именно холодов хотя в принципе февраль еще в разгаре возможно будут еще морозы но батарейка уже была подждутая и подждутая неплохо поэтому из этого давайте делать выводы что батарейки следует обслуживать по мере их разряда по мере необходимости и и желательно держать батареи в тонусе чтобы какой-то прекрасный момент или не совсем прекрасный у вас не произошло не произошло конфуз и вы не запустили свой автомобиль опять говорю с небольшой пробук совкой блять все таки наверное решусь возможно на этой неделе возможно в начале следующей и пойду удалять свой любимый зуб проблемы с зубом так у меня и не прошли ну что друзья делать выводы конечно вам насколько смог настолько показал эту проблему ну а принимать решение обслуживать не обслуживать межсезонное обслуживание проводить либо подзаряжать батарею в зимний период эксплуатации обязательно с прогревом батареи или не подзаряжать это конечно решать вам а забыл историю рассказать этой батарейке да приобрел ее в двадцать первом году в начале наверное февраля мужички здесь ну немножко веселились по другому не буду говорить но иногда мужики веселятся на гаражах и иногда получается так что не хватает немного средств для продолжения веселья и они вот завалили ко мне в конце рабочего дня и предложили приобрести вот эту батарейку по цене приема батарея была абсолютно новая абсолютно новая абсолютно заморожена абсолютно новая абсолютно заморожена во всех банках был лед корпус был раздутый если приглядеться это раздутие еще лучше видно эту батарейку я приобрел и год с лишним до полтора года я гонял на ней а в прошлом годе я приобрел реактор это батарейка у меня была в обороте не неоднократно мне ее привозили высаженные пришлось и поправлять здоровье но да и принесли эту батарею что интересно без ручки это ручку я поставил вот хоть она и новая была но ручку куда-то угандыш или как-то каким-то образом и как я уже говорил реактор я подарил другу и вот этот эту зиму вернее все лето и зиму я проездил на ней но теперь она опять улетит хотя параметры то по сути они получше чем на той чем на барсе ну не лучше а примерно такие же но время берет свое поэтому новое есть новое буду гонять на новой а это пойдет у меня в оборот оборот оборотных батареек у меня на текущий момент раз так раз так раз два три четвертая там стоит и две на руках шесть штук осталось да вот это седьмая будет и две батарейки вон стоят у меня одна снизу рокет и крона они идут на сдачу на списание ну что друзья вот такой получился незамысловатый ролик чисто научно-познавательный научно-убедительный если вам понравились аргументы значит улыбнитесь не понравились ухмыльнитесь самое главное что вы сделали выводы друзья всем удачи здоровья благополучия материального семейного мирного неба над головой ну и берегите свои батарейки всем пока